Мы проведем 24 часа на вершине самой высокой горы Америки. Мы будем на высоте 1800 метров. Но прежде чем челлендж начнется, нам нужно забраться на гору. И это будет страшновато. Дружище, боишься высоты? Да, вообще-то боюсь. А ты боишься? Не. Но боишься огурчиков? Да. Ладно, начнем. Мы пойдем по тропе от деда. Это голубой символ. Вон куда мы идем. Придется взбираться по камням? Да. Боже. Знаете, все это было построено голыми руками. Первопроходцы ездили тут на лошадях. Кажется, это не та дорога. Ого. Ого, глубоко. Ладно, поворачиваем назад. Далеко? Я это сделал. У меня плохой вестибулярный аппарат. Мне тяжело взбираться. А у меня совсем плохо, поэтому мне все тяжело. Привет, дружище. Как дела? Мы идем уже три часа. Я ног не чувствую. Прошел всего час, малыш. Хватит бросаться в людей жвачкой. Подбери. Это защитный механизм. Чендлер похож на ящерицу, но он плюется не кислотой, а жвачкой. Мы уже достаточно долго идем. Я и не знал, что в горах столько камней. Я человек гор. Я наслаждаюсь. Мы доберемся до вершины. Мы и правда делаем это. Нет. О, нет. Ха. Да. Я вьючный мол. Для этого палка нужна. Привет. Привет. Почти дошли. Правда? Нет. Просто хотел вас подбодрить. Как ты, Джим? Отлично. Лучше не бывает. Это за вранье? На меня напали. Давайте как власть, то вас. Один забирается, помогает другим. Да, я об этом и говорил. Вау. Я чуть не скатился. Как грустно. Ладно, без рук. Что это? Ад. Это ад. Как у вас делишки? Мы почти наверху. Надеюсь, у нас хорошая страховка, потому что я упаду. Туточки. Кажется, нам не туда. Я не хочу умирать. Нет, нет. Ладно. Ты напуган? Да, я в ужасе. Прекрати. Обернись. Нет. Уйди с дороги. Мне нужно столько денег раздать до смерти. Прошу, позволь мне жить. Видео еще не началось. Мы даже к лагерю не пришли. Страшно. Я хочу домой. Боже мой. Джейк, отсюда видно все. Чем выше мы поднимаемся, тем лучше вид. Наверное, я капитан Очевидность. Эээ, ладно. Это был долгий день. Чем дело? Вы говорили, тут две лестницы. Это уже восьмая. Да, хватит лестниц. Мне надоели лестницы, с которых если упал, то умер. А такие меня устраивают. Представь того, кто ее строил. Он думал, наверное, может сделаем ее не такой опасной. Другой такой. Нет. А тут путь кончится. Нет, мы будем идти, пока не поднимемся в космос. А где Чендлер? Чендлер! Чендлер пошел пописать, и я про него забыл. Не шучу. Чендлер! Скорее! Крикни дважды, если ты в порядке. Что это? Что мне делать? Взбирайся. Чья это была идея? Твоя. Вот на той горе мы разобьем лагерь. Нам нужен крутой склон. Все, что нужно, это спуститься с этой горы и взойти на ту. Каких-то жалких четыре часа. Ты справишься, Джимми. Хоть это видео и не про испытания, но испытания в нем есть. Это испытания моей жизни. Кислорода очень мало, и мы идем уже больше трех часов. Я думаю, мы разобьем лагерь тут. Мы прямо на самой вершине горы. Что? Ты нес вот это? Я нес 13 килограммов, а ты сырные шарики. Плевать, я есть хочу. Чендлер, какие у тебя навыки выживания? Еда. Готовка, разумеется. А у тебя, Крис, мы все знаем, что ты бойскаут. Продолжайте верить. А ты, Джимми? Я хорошего. Да, это наш, Джимми. Я голоден. Закажите пиццу. Я уже звоню. Идеально. На вершину горы. Доминос? Да, можно нам пиццу? Много сыра. Да, много сыра. Сыра? Да. С сыром, да. Да, ладно. Влог доставки пиццы. Доставка 942. Срочный заказ пиццы. Чендлер, поспим в одной палатке. Давай пообнимаемся для фанфиков. Поставим палатку и ляжем вместе спать. Я не умею ставить палатку. Ты меня отвергаешь? Да. Я не знаю, что делать. Зачем? Тут камень. Итак, склейка. Это Майк. Думаю, я прошел где-то полпути. Заказчика не вижу. Наверху кто-то ругается. Все, еще ждешь пиццу? Ты не сдался, да? Джимми, кажется, ты уже не надеешься на пиццу. Я уже ни на что не надеюсь. Валяетесь? Эй, я хочу обнимашек. Это удовлетворит наших фанатов? Я снял прекрасный кадр с лицом Джимми и задом Чендлера. Очень близко друг к другу. Чендлер, ты выпил целую бутылку воды по пути сюда. Ты потратил целую бутылку? Мы умрем от обезвоживания. Похоже, что так. Я могу поискать воду, которую можно вскипятить. Мы на вершине горы. Я говорил про лужи. Мы в миле над уровнем моря. Не нужно нам море. Но вода берется из моря, Крис. Я думал, ты был бойскаутом. У нас маленькая проблемка. Мы выпили много воды, когда поднимались. И теперь ее осталось мало. Ой-ой-ешечки. В полутора километрах отсюда есть родник. Нам нужно послать специально обученную команду. То есть вот этих парней. Набрать воды. Пока они ходят, я, Чендлер и остальные будем вести себя как идиоты контента ради. Идиоты на счет три. Один, два, три. Идиоты! Взбираюсь на груз, чтобы доставить пиццу за минимальную плату. Ой, кто так делает? Кто заказывает пиццу в поход? У них есть зефир. Разве нет зефира? Никто не ест пиццу в походе. В походе поют песни у костра. Я буду заниматься этим до конца жизни? Я хочу делать ледяные скульптуры, а не отгонять енотов от пиццы без начинки. Мы ищем воду, которую скипятим, чтобы можно было пить. Вода всегда стекает по горе, поэтому спустимся вниз. Мертвое животное, хороший знак, вода рядом. Ладно. Они пошли за водой, а нам нужно подготовиться к их возвращению. Мы установим гриль, и когда будет вода, что-нибудь поджарим. Вот так. Что делать? Чендлер, мы без Криса справимся. Мы сможем. На что нам ставить гриль? Крис! Ладно, давай сперва подложим вот это. Ладно. Так не подожжем траву. Окей. Ты хочешь разжечь огонь? Я не думаю, что это так работает. Я думаю, Крис бы сказал, что это глупо. Ладно, ладно. Другое решение. Поставим гриль сюда. Вот так. Чендлер. Чендлер. Да. Нет, нет. Нет? Нет. Чендлер, бери эти баллоны с газом. С газом? Чендлер, камню! Гриль на камне. Что делать дальше? Вот гриль. Я принес баллоны. Ладно, и что нам с ними делать? Как нам включить гриль? Подержи палку. Что? Что нам делать? Крис! Крис! Я найду воду и помогу моим маленьким крошкам. Джейми и Чендлеру. Даже если это последнее, что я сделаю. Нашли! Думаешь, ее можно пить? Ну, есть только один способ выяснить. Мы заслужили перерыв, да? Как оно, Крис? Не хочу дизентерию. Но вроде чистая. Вроде чистая. Как из питьевого фонтанчика. Мы сегодня выкакаем все вплоть до мозга? Вероятно. Давайте попьем, нальем с собой и пойдем в лагерь. Мы нашли воду. Монтажеры, добавьте конфетти. Жаль, что все оказалось так банально. Просто черная труба посреди горы. Это создала сама природа. Можешь. Это редкая труба из черного дерева. Парни, мы эксперты по выживанию. Уверен, они там глупостями занимаются, а мы их спасем. Мы установили гриль. А что бы дальше сделал Крис? Пожаловался, что ему никто не помогает. Почему никто не помогает? Помогите. Почему я должен это делать? Я не буду жарить тебе яйца, Чендлер. Я поставил палатку. Я поставил гриль. Я все сделал. Прошло уже 4 часа. Заказчика так и не видать. Но вид отличный. Знаете, Доминус обещает, что каждый их клиент получит пиццу за полчаса или меньше. Это не полчаса, но думаю, они меня поймут. Я не знаю, кто заказал эту пиццу, но я найду их и отдам им их пиццу. Даже если это будет последнее, что я сделаю в жизни. Если вы не верите, мы на высоте 1800 метров. У нас в прямом смысле облака в лагере. Мы очень высоко. Кислорода так мало, что иногда приходится очень глубоко дышать, иначе можно потерять сознание. Ладно, давай. Спичка потухла. Будь проворнее. Чендлер, ты отлично справляешься. Расплюнуть. Вообще-то я очень стараюсь. Эй, вот так вот. Видишь, нам не нужен Крис. Так, нам нужно вернуться в лагерь, пока не стемнело, потому что у нас с собой нет фонариков. Ни одного. Вот так мы умрем. Они очень медленно идут. У нас осталось мало времени до темноты. Я не хочу упасть с горы. Я думаю, нам нужно как следует ускориться. Только вот Гаррет несет рюкзак с водой. Объем Гаррета, и проблем нет. Огонь мы разожгли. Что делать дальше? Что бы Крис сделал с огнем? Готовил бы. Как это сделать? Найди еду. Ладно. Готовьте. Пошли искать еду. А как бы Крис нашел еду? Достал бы из рюкзака. Пороемся в его рюкзаке? Да. Ладно, идем к рюкзаку. Что? Ты в порядке? Ты нашел еду? Я нашел еду. Подожди. Спагетти? Да. Я за них с медведем сражался. Ладно. Чендлер сказал, я не собираюсь умирать сегодня с голоду. И убежал. А через полчаса прибегает и... Ну, я не знаю. Не знаю. Где ты это взял? Я же сказал, сражался с медведем. Ладно, теперь у нас есть спагетти. Разожжем огонь заново. Итак, теперь у нас есть огонь. И поставим сюда спагетти. Нужно открыть. Нужно открыть? Да. Ладно. Я открою. Чувак, крышка снимается. Нам не нужен крист. Давно такие делают? Не знаю. Нам не нужен крист. Базар. Меня к такому не готовили. Я должен работать всего лишь с девяти до пяти. И во что это все превратилось? В квест. Потому что кому-то нужна пицца. И я ее принесу. Ладно, вроде подогрелось. Сними при помощи носка. А ты ничего не сделаешь? Ты о чем? Я приготовил еду. Я нашел еду. Я поставил туда гриль. Я разложил гриль. Чувак, ты превращаешься в Криса. А ты превращаешься в меня. Она у меня на веревочке. Да, привязана. Как скажешь, Крис. Ладно, просто съем всю еду. Нет, стой! Прекрати есть еду. Не убивай меня! Где Джимми? Я о нем позаботился. Ты о чем? Я вернул свою еду. Ладно, парни, хотите есть? Да? Окей. Джимми не хотел ничего делать. Я сделал все. Почему он ничего не делает? Я не хочу ничего делать, потому что я... Ну... Убери свой томагавк! Уже шесть часов. Солнце уже садится. Я забираюсь наверх. С пиццей все норм. Лучше не бывает. Все хорошо. Все хорошо. Это хорошая пицца. Доставлю ее, и все. Хватит с меня этого. Больше никогда не буду доставлять. Но вы нашли воду. Мы умрем. Мы приготовили ими. Мы можем умереть. Путь назад не близкий. Но мы приготовили поесть. Темнеет. Мы можем погибнуть. Мы с Ченгером кое-что приготовили. Я горжусь вами, но... Чем мы гордимся вами? Это я и хотел услышать. Он сказал, что гордится. Туман наступает. Это туман смерти. Нужно возвращаться. Не делай этого. Что ты? Боже мой. Если ты смог это сделать, то и мы сможем. У нас есть раскаленная банка и носок на моей руке. Как говорил доктор Зус, что могло пойти не так? Кому порцию? Чендлер, твоя порция. Фрикаделек побольше. Фрикадельки. Моя порция. Ладно. Вот так. Подожди. Я... Я приготовил. Ладно, Крис. Спасибо. Просто челю на горе высотой 1800 метров. Ем спагетти. Это очень вкусно. Ты нам не нужен, Крис. Ладно, уже темнеет. Мы преодолели страшную гору, из-за которой мы переживали. Мы уже слышим, как парни разговаривают в лагере. Мы приближаемся. Сейчас вот-вот стемнеет, так что мы пришли как раз вовремя. Подожди, что это? Кто-то заказывал пиццу. Подожди, что? Это пицца, которую мы заказывали? Что? Я принес пиццу из Доминос. Серьезно? Да. Ты шутишь? Не, мужик. Я нес ее весь день. Долго ты шел? Часов шесть. Правда? Да, но пицца хороша, мужик. Да? Ну, хорошо. Ты съел пару кусков? Я долго шел. А, пофиг. Спасибо, мужик. Да, да. Ценю это. Ладно, хорошей дороги. Спасибо. Ты ему заплатил? Ему вообще плевать. Он просто хочет домой. Ладно, нам с Чендлером было лень ставить отдельные палатки, так что поспим в одной. Эй. На улице градусов семь. Очень холодно. Кислорода мало. Мы очень высоко. И может напасть медведь. Кажется, это прекрасное условие для хорошего сна. Я ложусь спать после долгого похода за водой. Я устал. Надеюсь, медведи меня не съедят. Доброе утро, мальчики и девочки. Узнаем, чем Джимми хочет заняться сегодня. Доброе утро, парни. Вставай. Ай, черт. На нас топали утки. Мы пережили ночь без медведей. Без медведей. Мы покидаем гору, потому что у нас мало воды, мы съели всю еду, и я голоден. Честно говоря, было весело. И если видео вдохновит вас на поход, то всегда придерживайтесь троп. Следуйте указаниям. Никогда не вредите растениям, камням и другой природе. И держитесь подальше от живности. Не кормите ее. Это может повлиять на естественный ход жизни животного. Если вы идете в горы, то любое ваше действие будет иметь эффект. И я надеюсь, что этот эффект будет положительным, а не отрицательным. Но вообще это очень весело. Советую вам попробовать.